МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа Актуальное интервью. Студия Ольга Руслова. Здравствуйте. Строительство дороги Нарьенмар-Усинск, возведение социально значимых объектов, программа расселения из аварийного жилья и многие другие важные для жителей Ненецкого округа вопросы обсудим в конце 2021 года с заместителем губернатора Ненецкого округа Вадимом Соковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим Викторович, давайте начнем с вопроса о строительстве дороги Нарьенмар-Усинск. Это стройка века. И несмотря на то, что были различные ковидные ограничения, она не останавливалась ни на минуту, а наоборот, там произошли такие очень хорошие подвижки. И приезжали к нам в регион министры, приезжал Ирек Файзулин и Роман Новиков из Автодора. Вот расскажите, как будет продолжаться этот проект, какие достигнуты соглашения, когда мы закончим эту дорогу, когда уже будет прямой путь на Большую Землю. Спасибо за вопрос. Немножко истории тоже нашим жителям. Напомню, что дорога начала строиться с 1991 года. В 2008 году дорогу, стройку остановили. По ряду причин. В 2015 году она была начата. Эту дорогу мы называем дорогой жизни, потому что это реально одна из таких основополагающих моментов, связывающих нас с Большой Землей. Поэтому сейчас подрядчики работают с опережением графика. Поэтому мы ввели, вот недавно с губернатором вы приезжали, вводили новый участок дороги. Поэтому на сегодня у нас осталось строить новые дороги 27,2 километра. И в том числе, еще раз повторюсь, что дорога строилась с 1991 года. Там есть большой участок от нулевого до 97 километра. Там, где дорога уже пришла, ну, скажем так, в ненормативное состояние. Поэтому под договоренностью с федеральным центром, значит, еще раз большое спасибо президенту. Это по его личному указанию началась вот эта стройка дороги, возобновление. Ну, и под личным контролем нашего губернатора Юрия Васильевича Бездудного. Она идет, так сказать, ну, и день, и день, и ночь идет. Поэтому на сегодня мы тоже благодаря депутатам заложили деньги на проведение предпроектных работ вот по этому большому участку от нуля до 97 километра. И, соответственно, под договоренностью с федерацией мы только тратим деньги на вот эти предпроектные работы. А проектирование и стройка, это там десятки, ну, миллиардов рублей, нам идут из федерального бюджета. Это, опять же, тоже благодаря тому, что на таком высоком уровне, значит, пойдет поддержка нашей дороги. Ну, и, соответственно, мы тоже, как региональная власть, контролируем ход работ, качество работ. Вот недавно, еще раз повторюсь, приняли очередной участок. На сегодня, значит, по плану у нас до конца 2023 года должна быть сдана дорога, но при наличии хорошего финансирования со стороны федерального центра, вот о чем была, как поездка, была договоренность с министром строительства и руководителем федерального дорожного агентства, значит, нам, ну, так сказать, нас заверили, там, значит, мы сейчас готовим документы для того, чтобы начать, так сказать, дополнительное финансирование. Это называется, сдвигаем деньги влево, так называемые. Поэтому до конца 2022 года подрядчик обещал нам закончить дорогу, ну, и, соответственно, уже жители будут, не как, знаете, называть, мы там на острове живем, у нас будет нормальная связь с большой землей. Ну, и, соответственно, под это тоже, так сказать, мы знаем, что упирается мост, который между нами и Коми, то же самое, значит, федеральное дорожное агентство сейчас ищет возможности, и мост будет реконструирован, и, соответственно, у нас будет нормальный трафик, можно будет за несколько дней выехать на Большую землю и дальше там кому куда, кому на юг, кому еще куда-то. Поэтому работа идет, да, значит, работа движется. Ну, и, так сказать, тем более, вот тоже был, недавно ваши коллеги приезжали, снимали репортаж, как вот принимали очередной участок. Поэтому, так сказать, остался, ну, последний штрих, как говорится, 22-й год, и у нас все будет нормально, будет прямое сообщение. То есть уже в 2023 году мы сможем... Да, можем уже ездить, да. Поэтому, еще раз говорю, работы идут опережающим темпом, значит, ну, что от нас зависит, вся документация, все, так сказать, быстро оформляется, согласовывается с федеральными, значит, министерствами необходимыми. Поэтому, так сказать, мы даже скажем больше, там, ну, еще, так сказать, ряд вопросов решили с ними принципиально, благодаря позиции нашего губернатора, будет дополнительные деньги еще на другие дороги. Вчера губернатор был на зимнике, и он официально сказал, что зимник открыт. Расскажите, пожалуйста, какой в этом году зимник, какие-то есть особенности у него, что там из себя представляет? Да, значит, ну, учитывая то, что дорога, стройка дороги идет Усинской опережающими темпами, в этом году у нас на больше, чем на 20 километров, значит, короче, зимник стал. Ну, и, соответственно, еще раз повторюсь, что этот зимник будет последний, вот на этой дороге последний в этом году. Потому что в следующем году уже будет построена дорога, значит, зимник построили тоже с опережением. По плану, по, так сказать, контракту он должен быть введен 3 января. Ну, соответственно, понятно, что у нас большая часть людей уезжает до январских праздников, там, в гости, там, на отдых и так далее. Поставлена была задача губернаторам перед нами, ну, соответственно, нами перед подрядчиком и заказчиком. И, так сказать, ежедневный мониторинг, вчера открыли зимник, он уже готов, там, мы проверяли с вашими коллегами, как раз там и пункты обогрева посмотрели, и проехали на обыкновенной машине, ну, такой, как наша Нива, да, российская машина, спокойно проезжает, вешки есть, то есть все необходимые требования соблюдены. Поэтому наши, так сказать, жители могут пользоваться зимником уже, ну, так сказать, со вчерашнего дня. Поэтому, ну, все нормально, работы проведены. Ну, главное, что он всего 32 километра. Да, 32 километра всего, он стал меньше, повторюсь, из-за того, что мы, так сказать, сдали досрочно участок дороги. И в следующем году уже зимника не будет, так сказать, будет полноценная дорога, и люди будут кататься уже независимо, залили зимник, не залили, там, контракты и так далее, и будет полноценная трасса, так сказать, ну, ЧПГС, так называемая, ну, то, что из чего делается. Щебень, песок, гравий. А во время приезда федерального министра звучала такая информация, что проекты по автодорогам на Тельвийскую и на Красное будут включены в перечень, и что, возможно, эти дороги вообще появятся. Насколько такая информация верна, и что там планируется? Да, значит, тоже вот благодаря, ну, благодаря поддержке федерального центра, еще раз личному вниманию Юрия Васильевича Бездудного, нашего губернатора, ну, и, так сказать, и, соответственно, помощи, еще раз говорю, ну, так сказать, правительства Российской Федерации, нами тоже достигнута принципиальная договоренность. Значит, мы уже начинаем оформлять документы все о том, что дорога на Тельвийскую будет сделана за счет федеральных денег, это очень немаловажно, и дорога на Красное будет тоже сделана за счет федеральных денег. Поэтому сейчас, ну, чтобы наши жители тоже понимали, значит, наш департамент подготовил изменения в титульные списки, мы вносим изменения в опорную сеть, добавляя туда эти дороги. Соответственно, согласование уже, ну, кураторов наших региональных, это Упро-Дороприкамье мы прошли. Сейчас идет согласование в Москве, ну, так сказать, в Ишколы экономики и Федеральное дорожное агентство. Вот, как раз недавно два коллеги приезжали с нами на открытие зимника, так сказать, из Федерального дорожного агентства, еще раз подтвердили все, и эта работа идет, так сказать, большим темпом. Поэтому сейчас всю документарную работу мы проделаем за короткий срок, и в следующем году уже начнутся работы по проектированию и, соответственно, строительству вот этих вот дорог. Это будет одновременно или какая-то дорога будет раньше какая-то? Вот на Телевскую я понимаю, что самая, наверное, важная дорога, и жители очень сильно ждут, потому что там такой небольшой участок. Будем параллелить на самом деле, потому что, как бы, знаете, нельзя выделять там этим сначала, потом другим. Везде жители, везде наши люди живут, поэтому будем параллелить процессы, соответственно, добиваться того, чтобы выиграл сильный подрядчик, у которого есть техника, механизмы необходимые и опыт самый главный. Поэтому будем параллелить и там, и там. Ну и, соответственно, тоже хочу сказать, что, так сказать, жителям села Красного, там 2,2 километра мы будем делать уже вот за счет регионального бюджета, не дожидаясь, когда нам федерации придут там, знаете, вот где химия была разлита, люди это знают, о чем речь идет. Поэтому эти, мы, так сказать, благодаря депутатам нашим деньги в бюджете у нас есть, и в следующем году вот этот участок небольшой уже отремонтируем за свой счет, не дожидаясь, так сказать, ну, пока будет сделан проект и дорога, ну, то есть, как бы, аварийный ремонт, я бы так назвал его, вот того участка, на который обращают внимание жители и депутаты. Вот, а так уже вся дорога будет сделана за федеральные средства. Потому что суммы очень большие, для нашего бюджета они тяжелые, неподъемные. Там в одном случае это полтора миллиарда с мостом, в другом случае больше двух миллиардов практически. Остановимся еще на дорогах. В этом году были масштабные работы, проведенные по реконструкции улиц, улица Ленина реконструирована, на Полярной была реконструкция, на Ринмар-Искателе также была реконструкция на этой дороге. Какие еще дороги в городе и в поселке Искателе нуждаются в реконструкции? Будут эти работы вообще продолжены в следующем году? Да, работы будут продолжены. Напомню, что все работы нами выполняются в срок, соответственно, с хорошим качеством и с полным исполнением кассы. У нас на сегодня по улице Заводская в Нарьянмаре, это будет реконструкция. Переулок Озерный, это поселок Искателе, будет тоже реконструкция. Ну и, соответственно, ремонт дорог, это Первомайская, улица Рыбников в городе Нарьянмаре. И вот повторюсь еще раз, поселок Красное, дорога эти 2,2 километра тоже будет отремонтирована в следующем году уже, так сказать, оперативно для того, чтобы люди могли комфортно ездить. Вот основные, основные, так сказать, эти вот виды работ. Давайте перейдем к социально значимым объектам. На улице Смедовича строится Яслисад. И все, насколько я знаю, с нетерпением ждут, особенно маленькие горожане, когда же он откроется. Расскажите, на каком этапе находится там работа и когда садик откроется? Да, значит, я вас, ну, порадую, что у нас сегодня выходила инспекция наша, значит, она дала ЗОС, заключение о соответствии строительства. Поэтому Яслисад должен быть по контракту, был выполнен 30 ноября, ну, с небольшим опозданием, я думаю, считай, 2 там недели, это, ну, практически, так сказать, срок сделали они. Потому что большой объем работ, большое количество рабочих было сделано. Сегодня оформляются документы, до конца Нового года, значит, Яслисад будет сдан уже, так сказать, принят, ну, точнее, принят у строителей. Ну, и, соответственно, дальше после Нового года уже департамент образования, процедура лицензирования. Сад очень хороший, теплый, просторный, поэтому тоже мы внимание большое обращаем, так сказать. Я вот, ну, ввел такие субботние объезды, наверное, слышали, да, когда мы в субботу объезжаем все наши объекты строительные, в том числе и которые, ну, под сдачу в этом году, и тяжелые, проблемные объекты, чтобы понимать физику выполнения работ, ну, и, там, так сказать, на месте с подрядчиком-заказчиком решаем проблемные вопросы. Поэтому этот сад будет сдан, уже документы, документы есть, и, так сказать, уже, ну, наши детишки, я думаю, в начале следующего года пойдут в сад, так сказать, Яслисад, ну, видеть красоту и, так сказать, сказать спасибо строителям, вот, за их работу. Еще один Яслисад, который в Кармановке, там, я так понимаю, не настолько радостная цифра и информация, что с ним происходит? Будет он достраиваться? Вообще, на каком этапе там, ну, не работа, а вообще, я так понимаю, на каком этапе вообще находится этот объект? Что с ним будет? На какой стадии он? Да, вот тут, ну, тут, значит, нам не повезло, попался недобросовестный подрядчик, что мы доказали через суд, внеся его, значит, в реестр недобросовестных, значит, подпоставщиков, подрядчиков. Поэтому мы идем, ну, в нас очередь идет суд с этим подрядчиком по этому саду, значит, для того, ну, как только закончится суд, суд определил, значит, строительную экспертизу, ну, что это такое, значит, должны определить, первое, на какую сумму сделаны работы, соответствуют ли эти работы, значит, ну, нормам, да, то есть можно там сделать, слепить и там пытаться какие-то деньги взять. После решения суда, где будет определено, какая сумма была потрачена, сколько он нам должен еще остался, мы, соответственно, начинаем процедуру изъятия этого объекта для себя и, так сказать, будем достраивать его, потому что мы понимаем, что нам долгострои не нужны, как мне, как строителю, знаете, как вот, ну, как ножом по сердцу, когда смотришь, когда такие остовые торчат, это, как я свой личный вызов воспринимаю. Поэтому будем добивать этот объект, но сейчас ждем решения суда, чтобы по закону забрать его, не заплатив, как бы, так сказать, лишние копейки за эти работы и, соответственно, ну, так сказать, судьбу садика будем, на этом месте должен быть садик и точка. Поэтому сделаем все, чтобы это произошло. Разбирать то, что построено, не будут, потому что вот коллеги сказали, что где-то в соцсетях была информация, что этот сад недостроен и собираются разбирать. Значит, смотрите, там мы, опять же, я назвал, что будет судебно-строительная экспертиза, она в том числе не только даст ответ на том, какая сумма была потрачена на эти работы, но и соответствует ли качеству выполненной эти работы. То есть, ну, тоже напомню, что здание без эксплуатации, к сожалению, тоже долго стоять не может. Аж бетон разрушается, отделка и так далее. Поэтому, так сказать, как вот будет судом определено, так сказать, то будем, соответственно, им действовать. Если покажут экспертизы, что здание не соответствует строительным нормам и правилам, что оно является угрозой безопасности, соответственно, мы все это дело будем разбирать, значит, рекультировать площадку и, соответственно, заново строить. Если экспертиза покажет, что, значит, здание находится, ну, так сказать, в нормативном состоянии, точнее, конструкции, которые вот там построены, то, значит, будем по специальному проекту, значит, дальше его достраивать. Поэтому сейчас забегать вперед не хочу, ждем суда и решения судебно-строительной экспертизы. Еще один объект, который с нетерпением ждут дети и учителя, это школа в поселке Искателей. Известно ли, кто будет разрабатывать ПСД по этому объекту и какие-то уже перспективы наблюдаются? Да, значит, то же самое, вот, к сожалению, тот же самый подрядчик, который нас подвел также вот по Яслисаду, по нескольким наквартирным домам, он у нас первоначально еще с 2019 года, это идет у нас, значит, эпопея с этой школой, но, соответственно, мы с ним вовремя расторгли контракт, значит, в настоящее время разыграли новый контракт, выиграла местная строительная организация, местный подрядчик, он, так сказать, соответственно, вот сейчас будет уже заключаться, работать, выполнять работы по проектированию. Напомню, что у нас в данную школу для скорости мы сделали проектирование и стройка, ну, вместе, как бы, да, вот, так сказать, вместе идут. Поэтому у нас по контракту в течение 11 месяцев подрядчик должен сделать проект, пройти госэкспертизу, соответственно, и приступить к строительно-монтажным работам. Поэтому вот этот же подрядчик, он, как раз, у нас сейчас строит вот этот Яслисад номер 2. Поэтому надеемся, что все будет сделано в срок, вовремя и качественно. Тем более, знаете, когда это все-таки местный, то и спрос больше, да, чтобы как в глаза смотреть, успел, не успел, с каким качеством сделал. Поэтому по школе искателей я рисков не вижу, вот, ну, сейчас только надо, так сказать, дождаться этапа проектирования, они будут, первое это изыскание должны провести, соответственно, и дальше уже проектирование и, так сказать, выход на строительную площадку. Ну, по контракту мы должны до 25 декабря, 25 года, школа должна быть построена, под ключ, соответственно. В конце года приятная новость была для жителей Нинецкого округа, что выделено 152 миллиона рублей на выплаты по аварийному и ветхому жилью. И во время прямой линии к губернатору обращались жители региона, они просили, чтобы были предусмотрены возможности, чтобы эти деньги пустить на погашение ипотеки. Расскажите, пожалуйста, вот об этих перспективах, что вообще возможно это, невозможно. Да, значит, ну, это в 21 году было 152, это дополнительно. Так, 216 миллионов рублей было выделено на вот как раз вот это, ну, так сказать, компенсацию, закон 3ОЗ. Мы увидели, что закон рабочий, поэтому его возобновили, так сказать, идет работа активно с органами местного самоуправления. И на сегодня, еще раз, вот по этому закону 160 человек, значит, уже, так сказать, ну, записалось на участие. Значит, соответственно, у нас 62 человека, которым выдали уведомления из этих, и плюс еще 26 человек, которые уже получили компенсацию, купили себе квартиры. Поэтому, значит, на 22 год тоже будем активно работать с органами местного самоуправления для того, чтобы они, ну, скажем так, более широко рассказывали людям о возможностях, да, получения компенсации. И, соответственно, так сказать, будем дальше практику продолжать. Поэтому практика хорошая показала людям, людям это, ну, нравится, как это зашло для людей. Поэтому, значит, мы за, так сказать, любые возможности, вот за и стройка, да, и вот через покупка на вторичном жилье, за то, чтобы людей переселять из этих вот деревянных бараков, потому что, ну, реально, 21 век на дворе, и вот те условия, в которых люди живут, они, ну, так сказать, ну, так, тяжелые условия. Поэтому мы делаем все для того, чтобы расширить, так сказать, вариативность принятия решений. Новостройка, вторичка, компенсация. Сейчас мы тоже с федеральным центром, вот, как раз был приезд министра Файзулина, то же самое с ним отработали, с его аппаратом, работаем на увеличение, скажем так, ну, получение компенсации с федерального бюджета и, так сказать, именно компенсацию людям, ну, выкуп, точнее, аварийного жилья. Там была заковырка в том, что небольшая сумма компенсации, вот мы сейчас с нашими оценщиками работаем, с риэлторами, ну, оценщиками, работаем, значит, над тем, чтобы, ну, нормальным образом считать, чтобы они не забывали, что недоремонт, ну, то есть люди, чтобы недополученный ремонт, недоделанный ремонт, тоже в оценку шел и так далее, тогда люди получали адекватную сумму, ну, так сказать, причем, я так сказать, ну, это было бы хорошо для людей, что эти деньги могли тратиться, ну, не обязательно на покупку квартиры, ну, если живешь в частном доме, ты сам себе, ну, сделал возможность, купил дом, да, или построил, а вот тебе компенсация из федерального центра, поэтому в следующем году, там, это, ну, вопрос такой, будем прорабатывать его, он нелегкий, скажем так, но где-то к апрелю, я думаю, мы уже, ну, так сказать, отработаем его и будем уже активно использовать. Тоже самое, еще одну, скажем так, ниточку или там поток денег из федерального центра для наших людей и возможность, опять же, вариативную возможность выбирать или так хочу, или так, ну, то есть, как бы, чтобы право выбора было, поэтому это работаем, ну, будем тоже дальше. Я вам чуть даже больше рассказал, не только про Триузе, про еще другое, поэтому будем дальше это дело продолжать. Ну, и Триузе, это наш региональный закон, соответственно, будем дальше его развивать, потому что, ну, опять же, он пошел, людям, у людей, так сказать, появилась возможность то же самое выбирать на вторичном рынке, ну, возможность покупки там, где, так сказать, им понравилось там, поэтому работа продолжена будет. А что касается тех, кто выбирает не компенсацию, а жилые помещения, что построено, что сдано, что будет строиться в перспективе? Да, значит, ну, первое сдано, вот мы видели, уже сдан дом на Октябрьской, значит, строил его подрядчик, там, опора, сдал дом, сдан дом на Сущинского, значит, значит, сданы, ну, сейчас вот у нас на выходе уже сданы, на сдачу, где-то январь-февраль, сдаются дома в поселке Искателет на Россихино или на улице Строителей, дом ЗСК и сполохи, монтаж, так называемые, поэтому дома-версы мы добиваем в ручном режиме, знаете, прям, как я назвал бы так, ноги переставляем подрядчику для того, чтобы он не упал и доводим его до финиша, чтобы нам получить дом, а не проблемный объект. Поэтому тоже в следующем году у нас ряд домов будет сданы, тут два версовских дома, один, значит, на ПРРК, а второй напротив Тимани, ну, там он, как бы, тот к лету ближе планируем, поэтому даже мониторим такие вещи, купил ли он лифт, когда привезет лифт, там, где отделочный материал, то есть мы, ну, понимаете, да, там, как прорабы, такие своеобразные прорабы для того, чтобы понимать, чтобы у подрядчика не было люфтов вправо-влево, и мы тоже руку на пульсе держали, понимая, ну, так сказать, какая перспектива достройки дома. Ну, и, соответственно, у ЗСК еще дом 137-й, это на авиаторах, там, где Остов торчит, тоже в наших планах до конца 22-го года, там, 166 квартир, тоже его достроить. По поводу новых домов, значит, тоже вопрос был тяжелый, он не решался, там, ну, десятилетиями, когда, ну, сами знаете, если посмотреть историю, то, значит, ну, если не, как сказать, нет денег, да нет стройки. Значит, к сожалению, была цена небольшая, к нам от федерального центра приходила, это 65 тысяч рублей, 65, 565 тысяч рублей, это компенсация за метр квадратный, ну, аварийного жилья. Соответственно, мы через своим бюджетом добивали, у нас было 72-76 тысяч рублей, мы платили строителям за метр квадратной площади. Для нашего региона эта сумма, ну, очень небольшая, соответственно, мы большую работу провели с федеральным центром, с первого квартала следующего года нам прибавят до 73 тысяч рублей, значит, сумму компенсации, и плюс мы будем добивать до 120 тысяч рублей за метр квадратный своим бюджетом, потому что, ну, понимаем, да, чтобы нормально строить, у нас, тем более, специфика региона, что привозные материалы, привозное, ну, то есть, если успел завести на барже, да, материалы, то хорошо. По зимнику тоже тоннаж ограничен, все, не все можно привезти, поэтому, так сказать, ну, и, так сказать, соответственно, тоже специфика Арктики, что там теплых месяцев немного, поэтому, понимая это, мы развиваем, значит, чтобы только меня в лоббизме не обвиняли, мы развиваем местное производство, напомню, что у нас, значит, завод строительных конструкций Заполярье, где администрация является, так, ну, через Ненскую нефтяную компанию является собственником этого завода, поэтому развиваем завод, на сегодня более 40 номенклатур изделий там производится, плиты, несущие конструкции, вентиляционные блоки, ну, практически все, что требуется для строительства дома. Вот, поэтому развиваем, почему? Потому что можно даже, ну, на заводе закупил ты щебень, закупил песок, ну, цемент, все, можно зимой спокойно, не зависит от поставок вот этих вот на барже и прочее, спокойно производить строительные материалы, что они сейчас и делают. Вот 137-я секция, вот, около авиаторов, для примера, там сейчас они где-то до конца января, наверное, они закончат делать домокомплект и, ну, где-то с марта начнется монтаж уже несущих конструкций и параллелить будут они уже, так сказать, ну, там, инженерные коммуникации, тепло подавать, когда закроют контур, уже начнется отделка, поэтому тоже будем их там, так сказать, подгонять для того, чтобы дом был в конце 22-го года сдан. Это вот я сказал про это, значит, и по поводу того, что тоже, почему я так долго рассказал, что мы поднимали цену за метр квадратный, чтобы вышел нормальный подрядчик, было выгодно строить, ну, и, соответственно, он не разорялся, и мы получили, скажем так, новый, наверное, новый, ну, классно, неправильно, новый какой-то вид жилья, не вот эти вот маленькие, там, по 2-3 тысячи метров коробочки, значит, мы, еще раз повторюсь, Нинецкая нефтяная компания сейчас является владельцем земли на лесозаводе, ну, знаете, вот, после моста, значит, там мы сейчас, они вот до конца этого года подписывают договор на проектирование и на изыскание, и, значит, мы там закладываем порядка 40 тысяч квадратных метров жилья. Это, то есть, мы поняли, да, мы отходим уже, мы идем к комплексному развитию территории, когда будет единая архитектура, единая, значит, там, зона парковки, детские площадки, плюс потенциально мы хотим там сделать за федеральные деньги, благоустроить набережную, сделать, ну, это уже, как бы, не за счет строительства, за счет федеральных денег, значит, будет набережная, где каждая группа населения будет иметь свою, скажем так, площадку, ну, мамаши с колясками, своя прогулочная зона, подростки там с какими-то своими там малыми архитектурными формами, скамеечки для более пожилых и так далее, это будет точка притяжения, поэтому закладывается большой объект, значит, договор подписан, в течение 11 месяцев будет готов проект, соответственно, и самое главное, мы давали им задание, ну, техническое задание, наше пожелание, чтобы, первое, предусмотрели там индивидуальный тепловой пункт обязательно, потому что это, ну, ИТП, это, грубо говоря, мини-котельная, которая позволит экономить потом на эксплуатации, то есть не гонять, понимаете, там, 2-3 километра, да, по, так сказать, промерзшей земле, внутри трубы, где теплопотери и так далее, потери, так сказать, там, давление нужно создавать, а вода горячая, отопление готовится вот в подвале здесь, и, ну, на свой комплекс, 40 тысяч домов, в принципе, это нормально, мини-котельная, называется индивидуальный тепловой пункт, вот это вот сказали, потом, там, ну, так сказать, по теплофизике, количество однокомнатных квартир, сказали, чтобы увеличить, если возможно, запроектировать колясочные, так называемые, ну, чтобы люди, вот я сам живу, значит, у меня соседи тоже велосипеды ставят, там, коляски, понятно, что люди ставят наличные петки, потому что некуда девать, и вот мы сказали, что если будет возможность, то запроектировать колясочную, которая будет закрываться, и воровства не будет, и каждый знает, что он придет, у него коляска, велосипед в тепле стоит, взял и поехал, Поэтому такие вот моменты мы тоже проектируем, это будет жилье эконом-класса, но вкладываем тут такие элементы, чтобы было комфортно и безопасно жить. Ну и соответственно одно из условий, это то же самое, обязательно камеры должны быть видеонаблюдения и выводим их на безопасный город, чтобы можно было запись проследить, кто там что-то, если действия нехорошие прошли. Поэтому жилье нового класса будет закладываться. Просто эта вся процедура сейчас идет документарно, она не видна, понятно, люди, когда вот, знаете, пришел, лопату воткнул в землю, начал что-то строить, тогда видно. Но сейчас мы весь этап подготовительной работы проделали и начинаем уже работу. В том же поселке Искатели то же самое, значит, несколько подрядчиков берут землю и, соответственно, будут тоже у нас, приходят к нам за квартирографией и там порядка 10 тысяч квадратных метров тоже будет заложено. Вот уже сейчас они с управлением нашим УИЗО ведут переговоры по, так сказать, укропнению земельного участка. Вот такая вот перспектива. Вадим Викторович, еще один вопрос, тоже актуальный для жителей Ненецкого округа, это качественная вода. У губернатора было поручение о том, чтобы начать реконструкцию на водозаборе Захребетная Курья. Что с этим проектом и что в итоге будут иметь жители Ненецкого округа, Наринмара? Да, значит, докладываю, как говорится. В настоящее время разработан проект, будет осуществлять конкурс, это орган местного самоуправления, то есть поселок Искатель. Соответственно, заказчикам по жилком Сиррис будет это местная ресурсоснабжающая, так сказать, тепловая организация. Поэтому, значит, для того, чтобы все прошло нормально, мы на своем уровне помогаем им сделать правильное техническое задание, значит, ну, так сказать, и чтобы все, конкурс состоял, чтобы вышла нормальная компания, которая, так сказать, не возьмет там аванс, там, да и убежит, а сделает все в срок. Тем более, так сказать, мы понимаем, что Захребетная Курья питает это 7, порядка 7 тысяч, значит, населения, да, вот поселка Искателей. Поэтому по плану, значит, 156 миллионов рублей на это выделяет, соответственно, значит, до конца 2023 года, значит, объект должен быть построен. Соответственно, программа «Чистая вода», вот, значит, будет выполнена. И самое главное, хочу сказать, что от этого еще источника у нас будет и школа, там же мы сейчас ФОК, еще, так сказать, тоже проектируем, значит, и, соответственно, школа в Искателях тоже, так сказать, тоже будет питаться хорошей водой. Поэтому это все в работе, значит, конкурс мы будем объявлять где-то в середине января, соответственно, сейчас документацию там все подбиваем, и, так сказать, администрация Искателей организует конкурс. Так что все, ну, тоже держим руку на пульсе, ну, хочу заверить жителей, что, значит, все будет сделано в срок с хорошим качеством. И самое главное, учитывая пожелания жителей, так сказать, мы применять будем технологию озонирования, то есть не, знаете, там, химию бросаешь, там, да, чем больше хлорки, там, тем чище вода. Именно озонирование, чтобы, ну, так сказать, уменьшить, ну, так сказать, какую-то химическую составляющую воды, чтобы она была естественная и живая. Вот это тоже мы эти пожелания учитывали в конкурсной технической документации. А что по лесозаводскому мосту? Когда планируется все-таки реконструкция? Что там вообще? Какие движения есть в этом направлении? Да, значит, лесозаводской мост, да, он немножко у нас затянулся, к сожалению, ну, там было ряд причин, значит, в том числе, там, и пандемия, там, и из-за того, что не смогли вовремя вибропогружатели сюда привезти, соответственно, должны по проекту временный мост создать, разобрать основной мост, начать уже строить. Поэтому там было несколько моментов таких технических. Вот они, значит, если кто сейчас по мосту катается, видели, что уже начались работы, значит, они готовят, ну, подготавливают под временный мост. Вот вибропогружатели приезжают, значит, в начале, ну, сейчас, когда зимник сделан будет, где-то вот после январских праздников, в начале января, и, соответственно, работы будут продолжены. Поэтому, так сказать, у нас план конец 22-го года, завершение строительства этого моста. Поэтому тоже самое будем, ну, так сказать, и мы мониторить, ну, и, опять же, это все на виду, там, даже любой человек, проезжая мимо, будет видеть ход и сроки строительства. Поэтому, так сказать, мы этот объект добьем, потому что он знаковый для нас тоже, тем более мост — это безопасность и сообщение, так сказать, между, ну, населенными пунктами. А мост будет основной закрываться на время реконструкции? Да, мы, основной, да, будет временный мост, основной закрываться, разбираться будет, да, больше. То есть мы будем его, ну, новый мост там делать. Поэтому будем делать временный, там, ну, так сказать, уже работы сейчас начались, там, если кто видел, там уже техника появилась, там, сейчас. Ну, вот основные работы будут после январтики, когда появится вибропогружатель, который, так сказать, не успели просто, ну, по техническим причинам раньше сюда перевезти. А вот самое окончание работ по мосту когда планируется? Конец 22-го года. Ага, то есть в следующем году, буквально через год, если все будет хорошо, у нас появится новый мост. Да, в декабре 22-го года, да. В сентябре в Ненецком округе началась бесплатная догазификация домовладений социальная, она бесплатная, без привлечения средств граждан, это было поручение президента. Расскажите, пожалуйста, как она идет в Ненецком округе, какие есть подвижки, что происходит? Да, значит, мы одни из первых у нас в округе по поручению губернатора и федерального министерства создали штаб по газификации, я являюсь представителем этого штаба. Туда вошли органы, значит, ну, соответственно, наш ряд региональных министерств и ведомств и органы местного самоуправления, ну, четырех муниципальных образований, где имеется, где они газифицированы. Ну, работа проведена большая, значит, документарно, мы подготовили там всевозможные постановления, нормативно-правовые акты, ну, и немножко так статистики, на сегодня мы, значит, держим третье место по России, по, так сказать, темпам газификации, выполнению всех необходимых регламентных работ, написанию нормативных документов и так далее. Поэтому я считаю, что это очень неплохой показатель, вот, но будем стремиться, так сказать, занять первое место, поэтому у нас все, к этому все есть. Значит, у нас было 22 заявки, значит, из них 13 соответствовали действительности, но основное, напомним, для наших, так сказать, слушателей, телезрителей, это то, что, значит, ваш дом, индивидуальный жилой дом, должен быть поставлен на учет, потому что, то есть мы не работаем с объектами, которые не стоят на учете. На кадастровый учет, правильно? На кадастровый учет, да, в Росреестр, кадастровый в Росреестре на учете. Это одно из основных правил, поэтому, так сказать, кто уже эту процедуру прошел, мы в срок выполнили все регламентные заявленные работы, и уже у нас 13 человек подключились, газифицировали свои, так сказать, домовладения. Поэтому работа идет, значит, ну и в следующем году будет продолжена, ну и, соответственно, так сказать, мы уже, так сказать, понимаем, как, чего это делается, и, так сказать, я думаю, что еще есть все шансы выйти на, так сказать, призовое первое место. Потому что у нас закон малых чисел, ну, так сказать, у нас немного заявок, хотя есть тоже порядка 15 субъектов, где тоже, как у нас, количество заявок небольшое, но они находятся в красной зоне. Вот мы видим каждый день дашборд, этот федеральный дашборд, который смотрит тоже, Новак смотрит, значит, зам предправительства России, кто курирует тему газификации. Ну, штабы проходят раз в две недели, федеральные штабы по газификации, там тоже заслушиваются доклады председателей штабов, так сказать, статистика идет, ну и так далее. Поэтому, ну, мы официально сейчас на третьем месте находимся. Ну, и работа продолжена будет для того, чтобы мы понимаем, что крайний север без отопления есть никак, без горячей воды никак, поэтому готовы всех газифицировать. Только просьба, значит, ну, так сказать, поставьте на учет свое строение и, соответственно, подайте заявку через Ненецкую нефтяную компанию, через МФЦ. Можно, ну, практически там большое количество точек входа, ну, лучше всего прийти в Ненецкую нефтяную, извините, в Ненецкую коммунальную компанию для того, чтобы там консультацию, опять же, бесплатную получить по, так сказать, заполнению документов, там и, так сказать, своим, ну, возможностям, правам, так сказать, и обязанностям в конце этого. Поэтому, так сказать, работа будет продолжена тоже. — Вадим Викторович, расскажите, пожалуйста, какие социальные объекты, и не только социальные, и жилые, построены на селе были в 2021 году, и что вы планируете построить в ближайшее время, какие перспективы на 2022 год? — Да. Ну, у нас на сегодня идет, значит, стройка школы-сад в Нелеминосе, там, значит, заканчиваем пробивать фундамент, ну, значит, полисвайный фундамент делается, значит, тоже подрядчик местный, как говорится. Завершаются проектные работы по строительству детского сада, проектированию поселка Хоривер, продолжается проектирование школы-сад в поселке Хорута, это социальное. Ну, и, соответственно, про жилье мы тоже на селе не забываем. У нас, значит, идет два дома строиться в селе Шойна, значит, и то же самое, мы уже вводим трехквартирный дом в поселке Варнак, значит, там еще тоже осталось несколько домов ввести, но там необходимо подготовить, ну, документы, это уже органы местного сомправления, они знают, что нужно, поэтому все задания получили. И, соответственно, будем в Нижней Пеши и в Шойне тоже строить для переселения из ветхого аварийного жилья, поэтому мы строим не только там, да, вот в городской агломерации, но и про село не забываем. Ну, хочу напомнить, что основная, так сказать, задача, это, как раз, на самом деле, это органы местного сомправления отвечают за, вот, как раз, строительство на селе, ну, в районе, поэтому всю любую помощь мы им окажем, ну, так сказать, им тоже надо свою работу не забывать выполнять. Вадим Викторович, спасибо большое, что нашли время, пришли на нашу программу. Наша программа подошла к концу, я напоминаю, что мы говорили с заместителем губернатора Ненецкого округа Вадимом Соковым. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!